Привет, ребята! Меня зовут Лена, и мы сегодня с вами начинаем и заканчиваем тему и заканчиваем год. Итак, статистика. Это не лженаука, если правильно ей пользоваться. Чаще всего просто люди неправильно ею пользуются. Если вы видите какие-то исследования, всегда смотрите подтверждение этих исследований. Статистика – это очень классный инструмент. Это как молоток для гвоздей. Просто есть люди, которые этот молоток используют не для гвоздей, а, не знаю, для того, чтобы лампочки чинить. Ну, то есть, поймите, нужно уметь пользоваться инструментом, а для этого нужно внимательно прослушать сегодняшнее занятие. Статистика. Начнем с того, что у нас тоже в статистике есть случайные величины, да, которые у нас в ходе наблюдений мы там смотрим, какие-то значения принимают, да. То есть, пошел человек, не пошел человек, решил человек, не решил человек, повернула на право машина или не повернула на право машина. Ну, то есть, разные события и разные величины. Но мы с вами очень часто встречаем еще такую сбор информации, у нас происходит через тесты. Помните, что в тестах есть тесты, которые как математические, да, когда у нас количественные значения, да, то есть, нужно что-то посчитать, например. А бывает, когда у нас, например, качественные, вот, например, всякие разные психологические тесты, но, опять-таки, понимаем, что нормальные тесты, они вряд ли в открытом доступе лежат. Так вот, там бывают значения, выберите, например, фигуру. Или, например, тест, в котором вы пытаетесь цвета определить или материал определить. Да, то есть, там это уже не количественные, а качественные. Вот, и величины могут принимать как цифровые какие-то значения, так и могут, например, качественные значения, да. То есть, блузка может быть, да, красный, да, либо синий. Это никакое не число, это цвет, это качественное значение нашей случайной величины. Мы с вами больше про количественные, конечно же, будем говорить, а они делятся на, в общем-то, два варианта – дискретные и непрерывные. Вот, с непрерывными мы с вами будем позже… Ну, хотя непрерывные, вы знаете, вот непрерывные функции, может быть, тогда вам будет полегче это представить. Дискретные – это когда точечно разбросано, да, у нас, да, нет, разрывы есть. А непрерывные – когда у нас вот разрыва никакого нет, просто идет вот это значение, и все. Например, время у нас, да, непрерывное. Итак, случайные величины, они принимают различные значения. Количественные – качественные. Количественные, в свою очередь, делятся на дискретные и непрерывные, а качественные у нас там порядковые и номинальные. Ну, в общем-то, честно говоря, про значения мы с вами сегодня будем мало говорить, но просто знайте, что они такие вот существуют, ну, просто на всякий случай. Итак, прежде чем делать какой-то анализ, мы собираем с вами огромное количество данных, составляем выборку, а потом мы их каким-то образом распределяем, да, пытаемся структурировать и чаще всего изображаем. И тогда после обработки данных мы можем нарисовать, изобразить эти данные, например, на гистограмме. Точнее, даже гистограмма – это как инструмент, который помогает нам обработать данные. Гистограмма – это фигура, которая у нас получается, когда мы начинаем показывать, какая величина, сколько частот у нее есть, да, например, эта величина встречалась три раза, а эта величина – 10 раз, а эта – 12. И у нас получаются вот эти столбики. Вы можете, кстати, сравнить это, например, дни недели, да, и какая температура. Тоже получается гистограмма. И, например, вы можете полигон частот зафиксировать. Это когда уже не столбики, да, не по количеству, а именно по точкам. Когда вы строите вот график, вот именно полигон частот, он больше похож. Да, вы берете по какой-то величине и отмечаете точку, как часто она встречалась. То есть вы рисовываете весь столбик, а вы отмечаете только точку. И, опять-таки, вы можете их соединить, и получится график. Ну, и давайте посмотрим, как это выглядит, да. Вот она, гистограмма частот. Оказывается, вот в этом значении, ну, например, ну, здесь с возрастом до 120 лет, ну, давайте попробуем, да, у нас вот в таком-то промежутке, да, от 20 до 40, у нас вот такая вот частота. А от 40 до 60 у нас вот такая вот частота. Ну, то есть для определенного промежутка у нас определенная частота. И мы можем посмотреть как раз, где у нас самая большая частота, а где у нас поменьше. То есть вот эти вот перепадики. И как раз с помощью гистограмма это легко увидеть. А вот с полигоном частот, оно именно как график. То есть мы взяли среднее значение в первом случае, мы взяли среднее значение во втором случае, во втором интервале, в третьем, в четвертом, получили точки, соединили. И вот это вот то, что зелененькое вот здесь вот обведено, это как раз и полигон частот. То есть мы взяли просто уже по точечкам. По сути, то же самое, но просто тому, как удобнее представлять данные. И, наверное, даже с полигоном частот вы встречались чаще, чем с гистограммами. Через гистограммы вы, наверное, доклады какие-то делали, может быть, в информатике работали. Ну, то есть вот в этом ключе. Итак, я рассказывала про то, что мы с вами собираем данные, и у нас получается большая-большая трудолька. Вот выборка, представьте, что у нас на всей планете живут и женщины, и мужчины в каком-то соотношении, да, не 50 на 50. Там явно там сейчас даже не знаю, какое соотношение, ну, предположим, сейчас мужчин больше, да, там мужчин 60% и 40% женщин. Живут разные национальности, да, у нас бывают и из Китая ребята, бывают из России, бывают американцы, бывают Великобритания, французы. Ну, то есть вот это все, это разные национальности. При этом у нас могут быть еще различия по цвету волос, да, есть у нас блондины, есть у нас брюнеты, есть у нас, например, кореглазые, есть у нас голубоглазые. Это разные-разные вот эти факторы. И вот репрезентативная выборка, это та самая выборка, которая содержит внутри себя не столько же элементов, понятное дело, мы не можем взять и опросить миллиарды людей, нет. Но в ней в таком же соотношении находятся женщины-мужчины, национальности, вот эти вот цвет волос, цвет глаз, там, не знаю, цвет зубов, там, ну, все что угодно. Репрезентативная выборка, она очень важна. Нужно правильно составлять выборку людей, которые вы опрашиваете. Ну, не обязательно людей, да, это может быть множество элементов. То есть, если, например, у нас четных и нечетных одинаково во всем, ну, опять-таки, в школьной математике мы считаем, что это одинаково, да, пока еще непонятно, а так считаем, что от нечетных и нечетных одинаковое количество чисел, то и в нашей выборке четных и нечетных должно быть одинаковое количество. Тогда эта выборка будет репрезентативной, да, то есть у нас одинаковое соотношение, а соотношение сохранилось. И по этой выборке мы там что-то высчитываем, и чаще всего высчитываем среднее. Средние значения бывают разные. Я просто напомню, какие есть. Мода, которая говорит, как часто встречается данное число. Самое часто встречаемое число – это и есть мода. Медиана, когда мы выстраиваем по возрастанию, берем что-то в серединке. И среднее арифметическое, к которому вы как раз и привыкли. Вы берете, суммируете все значения и делите на количество всего чисел. Это среднее значение. Но о некоторых средних вы еще пока не знаете. Например, есть математическое ожидание. Представьте, что у вас есть некоторая величина х, и у нее есть вероятности. То есть у нас есть случайная величина х, у нее есть вероятности. То есть в первом случае была такая-то вероятность, во втором случае была такая-то вероятность и так далее. n случаев – n вероятностей. Если мы возьмем эти произведения и сложим между собой, мы получим математическое ожидание. То есть получается, мы просто как бы складываем нашу величину с ее вероятностью, ну, то есть произведение. И это как будто бы среднее, но не до конца. Самое крутое среднее, о котором вы еще не знаете, но сейчас как раз узнаете, пока пропущу, это дисперсия, потому что это у нас как бы некоторое среднее значение, которое очень-очень хорошее. Единственное, что понимаем, что, во-первых, мы здесь берем отклонение от среднего. Это что значит? Мы берем среднее значение, берем наше величину и смотрим разницу. Вот смотрите, х первая минус х. Это разница между нашей величиной и каким-то средним значением по всей выборке. Вот х второе – это вторая величина и среднее значение по всей выборке. Так как это может быть и положительным, и отрицательным, мы берем квадраты, чтобы было только положительное. И все делим на количество всех элементов, всех наших вот этих вот разностей. И вот такая вот разность между рассматриваемым значением и средним – это называется отклонение от среднего. А вот дисперсия – это некое среднее альфметическое квадратов вот этих средних отклонений, и вот по-другому называется дисперсия. Это еще одно среднее значение, которое тоже используется в статистике. И последнее, мое самое любимое – это корреляции. Когда вы собрали все данные, все их оцифровали, красивые графики построили, вы можете сравнивать разные критерии и разные моменты. И тогда вопрос – связаны они или нет. И вот корреляция – это некая статистическая связь между двумя или несколькими параметрами. И давайте посмотрим, какие у нас бывают корреляции. Сейчас на рисунке представлена положительная корреляция. Она похожа у нас напрямую. Угол наклона у нас остренький, коэффициент положительный. И, в общем-то, мы видим, что они очень близко стоят, вот эти вот величины. Разброс не очень большой. Все так очень похоже напрямую. Это положительная корреляция. Если у вас по одному и по второму параметру вот таким образом располагаются данные, они между собой связаны. Бывает отрицательная корреляция, противоположная корреляция. То есть от того, как часто я бегаю, например, я меньше устаю. Ну, например, да, то есть это противоположная корреляция. Тоже похожа напрямую в обратную сторону. Мы с вами это проходили в седьмом-восьмом классе, да, обратная зависимость, да, то есть у нас здесь в другую сторону направлена. Но бывает, что у нас параметры не связаны вообще. И тогда вы видите вот такой рисунок, когда корреляция отсутствует. Нет связи, да, то есть вот я вам что-то говорю, погода там светит, хорошее солнце, связи никакой нет. Это два разных параметра. Вот такие вот корреляции можно строить и интересно их как-то анализировать. Итак, статистика классная, если с ней правильно работать. Пожалуйста, читайте внимательно и смотрите правильно, смотрите внимательно на выборки и на то, что у вас в среднем получается. Читайте литературу правильную. А у меня все. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...